Девчонки, всем большой привет! Сегодня у нас уже 7 июня. Смотрите, какой у нас фон. Там косули! Я думаю, лучше, лучше рассказать о том, где мы и что мы, за последние дни найти. Скажите, прекрасно, вот еще одна косулька пошла. Дима, иди сюда, тебе домой. Это косульки. Всем привет! Привет! Это Лань, европейская. Мы сейчас в контактном зоопарке. Мы, в принципе, приехали сюда в Большой ТРЦ. Мы находимся в Карелии. Приехали к моим родителям. Моей маме завтра день рождения. А 3 июня мы отметили Диме день рождения. Отметили шикарно. Расскажи, как у тебя дела? Мы сначала посидели дома с семьей. И потом поехали гулять по ресторанам. По ресторанам. Ну да. Небольшой такой тур устроили. Вот до вечера мы там были. Потом уже приехали домой, дома поели тортик. Так что все было очень классно. Да. У меня один фейл был, когда я покупала шарики 2,6. Сейчас я достану телефон и покажу. Я их купила и я их поднимала на лифте. И когда вышла с лифта, я же не понесу их, в принципе, в пакете. Они были все вместе в пакете. Там енот был и две циферки. Я, короче, достаю эти цифры. И получается так, что одна цифра прям под потолок. Тортик зафигачивается и закручивается вместе с ленточкой. То есть я прыгала прям до потолка за этими циферками. Отблекивает. Вот. 26 и енотик. И еще сейчас покажу тортик. Тортик был простенький. Мы выбрали с Димой вместе. Ну как, нет. Больше, наверное, ты выбирал. Ну да. Покажу. Вот такой тортик был. И циферки 2,6. Очень клево провели день. Мы здесь, в Карелии, уже второй день, да? Мы приехали в воскресенье. Прямо в 23.20. Там Мишка. Видно? Где-то там бегает медведь. И движачий. Движачий, да. В маме в подарок мы уже выбрали, но не полностью. Мы сейчас еще будем немножко искать. Хотим вернуться сюда. Наверное, еще раз. Но уже с родителями. Потому что здесь просто прекрасно. Сейчас я покажу волков. Ну, согласитесь, это лучше, чем я бы снимала дома. В комнате. Здесь лисица, по-моему, да? И здесь. Рысь вышла. Смотрите, мы когда первый раз проходили, мы ее не видели. Это... Дим, как ты сказал? Сородит диджейка. Она не фокусируется почему-то. Я буду очень голубая, если засуну объектив в решетку. Привет, киса. Такая большая. Ты большой, Джей. А здесь волки. Одна девочка, другой мальчик. Но мальчик, по-моему, волкособ. Как нам рассказали, мы уже пообщались с женщиной, которая здесь работает. Она нам несколько... Чуть-чуть рассказала. Вот один спит там наверху, а второй ходит, потому что вот это волкособ. Ему нужно выхаживать 21 километр, прикиньте, в день. Именно для... Сердца. А чего ты не зовешь? Она вылезла чуть-чуть. Поближе. Это красавица. Или это мальчик? Я не знаю. Нет, это Ванечка. Ванечка. Иван. Очень плевый. Ну, чего ты не посмотришь? Нет. Они никак, Джей. Ну да, она как-то не реагирует. Еще там есть косуль. Сейчас покажу косуль. Мне понравился ваш комментарий. Один по поводу ресторана, если поднимать эту тему. Хотя пока не хочу. Я хочу отдохнуть. И это такой кайф, когда ты просыпаешься, и тебе никуда не надо идти. Мы просто кайфуем. Это, прикиньте, мы можем встать в 10 утра, нам вообще никуда не надо. Просто никуда не надо. А тут лисеныш спит. Беленький. А, и две, и две вот там наверху. Надеюсь, видно. Или давайте я вам переверну. Тут-то ничего страшного не будет. Мачо. Две наверху спят. Да, зайки. Мы брали морковку, большой пак еды, и все раздавали вот этим вот красавицы. У них мохнатые рожки. Извините, я, наверное, это снимаю. Да ты ж зайка. Ну, зайка. Вообще зайки. Мы с Димой немножко относимся к всем этим зоопаркам. Ну, не очень хорошо. Как бы и хорошо, и не очень. Потому что все-таки это животные, это в неволе. Ну, вот так посмотреть. Например, здесь есть глухарь. Я его видела впервые в жизни. Вот так близко. Ну, ладно, ладно. Вернемся к комментарию. А то я постоянно ухожу куда-то оттягиваю. На улице, кстати, прохладненько. Так. Ну, шо. Из ресторана, мне кажется, пора уходить, пишет Амина. Ты переросла это место, и мне кажется, этот этап твоей жизни подошел к концу, и ты это уже понимаешь. Просто привыкла. Возвращайся. Что за грустный смайлик такой. Вот этот комментарий. Вот самое обидное, что я на долю, какой-то процент, я все-таки понимаю, что это действительно так. Я действительно переросла это место. Я хочу чего-то большего. Я хочу расти. И самое такое большое для меня, это, наверное, не отношение коллектива ко мне, хотя оно максимально хромает у большинства из моих коллег, так скажем. Есть люди, которые у меня прям вот не любят, и это не просто слова. Но и большая часть, скорее всего, что там нет карьерного роста. То есть я менеджер, и все, мне некуда деваться. Это до конца, и все такое. Еще немаловажная такая новость. Вот я сейчас ушла в отпуск, у нас появляются в ресторане какие-то нововведения. Вот. То есть у каждого из менеджеров есть теперь свой. Порой на кипере, на кассе, так скажем, этого не было при мне. И, как Дима говорит, когда я всегда ухожу, всегда что-то появляется прикольное. И либо, когда я говорю, что я собираюсь уйти, вот у нас появились в этот момент бейджики, появилась форма. Именно тогда, когда я говорила, что все, я пишу типа заявление об уходе. Не знаю, скорее всего, это не связано, а просто какие-то совпадения. Я уже болтаю 8 минут. А, мы еще, кстати, сегодня с Димой уже второй раз, уже второй раз приходим в, а-ля, знаете, мармеладная лавка и накупаем разных мармеладок. Я сейчас себя снимаю, но так на меня неинтересно смотреть. Пойдем, хотите глухаря посмотреть? Я уверена, что да. Пойдем глухаря еще покажем. А еще я купила себе вот этим можно гордиться, потому что я давно себе ничего не покупала из одежды. Мы уже купили две футболки и Диме купили жилет, жилетку, да, жилетку вязаную, которая одевается в прохладную погоду под футболку или под рубашку, что-то такое. Так, еще раз. Это волки и волкосок. А здесь еще есть медведица. Парни тоже можем рассказать, потому что очень много услышали. А, Дим, енотики. Пойдемте покажу. Пойдем. Там их очень много. Мы были на предыдущем день вождении, 25 лет, на юбилею у Димы в Енотавиле, в Питере. И там был как контактный а-ля зоопарк именно енотиков. А здесь они не контактные, то есть они за решетками. Очень много. Иди сюда. Подходим, подходим, ребятки. Привет, зайка. Привет. Тут есть даже те, которые прям залезают. Да, ты, Гординия. Здравствуй. Здравствуй. Добрый вечер, добрый вечер. Дмитрий, Дмитрий. Вот он. Источный, вот он. Вот здесь, как нам сказали, с правой стороны тут постарше енотики наверху. Извините, что решетка так снимается. Кто будет? Ты будешь брать морковку? Будешь? Возьми. Бьем морковку. Вот один лезет куда дальше. Это Женя, Жора, Мила, Ракета, Дима, Вилли. Но это не все, что тут есть. Да, это не все. Я вот только прочитала, которые вот здесь указаны. Енот полоском. Это Барни. Его плохо видно, он мылся, купался, его недавно полоскали в струбке. Этот вольер для передержки, то есть его тут особо не держит. Он маленький, кажется, но как и нам объяснили, ну, вы плохо видно, я пустоту щитой снимаю. Но как нам объяснилось, то это только для того, чтобы он там пару месяцев вот тут пожил, и потом его куда-то могут перенести в другое место. сюда. Да, этот медвежонок конкурс практически. Здесь кроли. Это мальчик старенький. Это девочка. Она такая облезлая, потому что она недавно родила и делала по типу дупла, как нам объяснили. А для дупла видно была шерсть. Озерики. вот эта вот медведица, то, что я начала говорить, у меня проблемы начинать и не заканчивать. Она спит, точнее, спала в этом году, проснулась аж 20 марта, обычно они просыпаются 1 марта. Она спала 4 с чем-то месяца. Вот она такая красотка. Мы тоже кидали морковку. Вот эта труба как раз для этой морковки. Я все довольны. Мы тут все довольны. Так, по поводу глухаря. А, кстати, себя чувствую немножко не очень из-за того, что я еще не говорила о том, что я ухожу. На кипере были изменения, то есть на кассе. Теперь при вводе определенных, ну, скажем так, пин-кода высвечивается моя фамилия, мое имя, хотя я, ну, там не требуется мое согласие, в принципе, просто было неприятно, что меня спросили фамилию, имя, отчество и какие-то документы. Я не успела уже ответить, хотя там все поменяли. А когда я начала говорить, что это делать пока не нужно, и вместо того, чтобы сказать, что я ухожу, и поэтому не нужно меня заводить никакой кипер, я сказала, что у меня сейчас решается вопрос по поводу поездок и тому подобное. Вот из-за этого я чувствую какую-то вину. Ой-ой-ой, ты на меня нападаешь? Это глухарь. Ты красивый очень. надеюсь, что на меня не нападешь. Вот. Здесь у нас слова, филины. Женщина тоже нам рассказала, что к ним прилетает ночью филин, либо ночью, либо под утро. И они вот разговаривают, то есть с диким филином. Это прям Карелия. это ну кусок, ладно, скажу, хотя это плохое слово. Часть корейского леса. И вот в этой части именно сделали такой вот маленький я тебя звал, там вылезла вторая рысь. Рысь вылезла? Да. Держать. Рассказывай, у тебя давно и вообще не было. Ну. Как работа, как жизнь. Работа. Там кроли. Ну можем кроли показать. я не сделала. и вернется крыся. Да. Сейчас. Когда опадутся. Нам такого про кроликов рассказывали. Да. Что мы теперь не знаем. Знать, что они ганнибалы, например. Нам сказали, что взрослая особь может и съедать. Точнее, если есть стая по одному запаху, ей к ней подсадить такого какого-то кроля, который не их стая, они спокойно могут очень жестоко с ним расправиться, откусывая ухо, там, глаз, руку. Я вообще от этого выпала. Типа, что? Я не знала. к ним подсадить кролика, который не пахнет стая, они его съедят по кусочкам. Да, причем очень по-живодерски. Убежали. Тут еще есть кролики. Еще есть белка, есть куница. Вот она сидит куница. Вот и тут белка. Сказали, что к ней по ночам приходят две белки стресса. Как к филинам. А к филинам, а к совам этим, в ней с этим прилетает филин. Так, нам кидаться, да, к волхам? Что это надо? Сам по себе он маленький этот беопарк, так скажем. Но он стоит того, чтобы принять. Я вижу ее. Пойдем. Да, да. Вот красиво. Это реально как Джейк, только чуть... А где? Зон вторая. Нет, я ее не виду. У меня приезжала? У меня висит. Только слабенькая. Ты взяла и дон. Она мне прям душа сможет. Ты меня съесть хочешь? Ой, блин, уже 16 минут трендим. Все, ладно, девчонки, извиняемся, что так долго. Мы сейчас просто продолжим гулять. Скорее всего, поедем в какой-нибудь магазин, чтобы что-то докупить на день рождения. И все, наверное, и поедем домой. Вот так знаете, что мы сейчас в мини отпуске. На пару денечков приехали. Смотри, он ходит. Так что мы отдыхаем, так скажем. Всем пока-пока и до следующего видео. Пока! Пока!